Мы приветствуем Анастасию. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, она показывает себя, она доверит. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Скеннер начинает сканировать пространство над головой Анастасии под ногами. 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии и воздействия. От этого все выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму, и ответственные сзади подключки энергии притягиваются в клетку-тюрьму и становятся ее заложником. 1, 2, 3. Скеннер сканирует все семь тонких тел Анастасии. Находит все. Она чистая. Отлично. Считай, сколько у нее сейчас энергии и какая частая вибрация? 270, это 18. Отлично. Очень хорошие цифры. Поздравляю, Анастасия. Вы работаете над собой. Это сразу все видно. Ее видно, энергия ее вижу. Видно, да? Отлично. Сколько ей надо энергии? Считай, пожалуйста, информации, какой частой вибрации. 350 и 28. Отлично. И на счет 3 в макушку головы Анастасии начинает поступать 7. Высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота и вибрации поднимается до 28 Гц. Пошел подъем. Первородная энергия у нее. Она выставляет своими вибрациями защиту себя. Молодец. То есть я вижу эту корку. Это ее намерение. Вот так оно и видно. Как корка. Защищающая. Плотная. Плотная защита, да. Отлично. Молодец. Готова. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. Анастасия, как вы себя чувствуете? Прекрасно. Отлично. Сейчас я останусь с вами, а Вера пойдет и поднимет маю к нам сюда. Хорошо, Вера. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2017 года, воплощенную на Земле. Один, два, три. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Майя выходит из биоробота, становится рядом. На выше. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Майю в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Майи поднимаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, подъем. Мы на месте. Отлично. Майя идет к маме. Мы приветствуем Майю. Майя, ты помнишь нас? Да, она помнит нас. Отлично. Ты готова к проверке? Готовая, но у нее в руках голова. Она ее протягивает и говорит, что она к вам просится. Голова просится к нам. Хорошо. Отправляем голову в клетку-тюрьму. Один, два, три. Хорошо. И я даю команду на счет три. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Майи под ногами. 360 градусов вокруг нее. Два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Майи. Находит все. Параллельно выстраиваю канал от этой головы к ответственному. Один, два, три. Притягиваю ответственного. Если таковой существует, он притянется и будет в клетке-тюрьме. Значит, Майя мухает ей рукой, как прощается с ней. Каналов нет, подключек у нее нет. Она знает свои энергии. Она знает, что она сильнее их. Она не боится. Майя же, кого их? Никого. Вообще, я имею в виду интерферентов. Она не боится. Она знает, что она их сильнее. Молодец. Это просто ее знание внутри. А в клетке у нас неупокойная душа рядом с этой головой. Ну, как ты и говорила, что через неупокойная душа в голове. Хорошо. Мы обращаемся к неупокойной душе. Представься, как тебя зовут? Это мальчик. Лет 13. Хорошо. 12, может. Назови свое имя. Как мне к тебе обращаться? Алан. Алан? Да. Он говорит, я должен выйти. Алан, ты сначала мне ответишь на мои вопросы. Для того, чтобы я понял, откуда ты пришел и куда ты хочешь. Как давно ты находишься в этой кукле? Или ты не находился в кукле? Кукле. Два месяца жду. Ты два месяца? Ты специально пришел в куклу, чтобы тебе открыли портал? Специально. А кто тебе должен открыть портал? Майя? Ты. Я. То есть ты практически пришел к нам, да? Да. Хорошо. Тебе 13 лет, 12-13 лет. Как давно ты ушел? Как жизнь твоя закончилась на земле? Он говорит, что мне почти 11 лет. Хорошо. 11 лет тебе. Алан, и как давно ты закончил свою жизнь на земле? Он говорит, что я не вся душа. А где остальная часть? Ушла? Ну, он говорит там, показывает. Он говорит, что она ангельская душа. Ангельская душа. А почему же ты тогда остался часть твоей души на этой земле, Алан? Что случилось? Почему она не ушла? Ну, вот этот мальчик, он был как больной, физическое тело его болело. Да. Когда он умер, считай информацию. И вот эта болезнь, она как грязь в теле. Она присутствует сейчас в этом? Нет, он показывает, что вот эта болезнь, как грязь, она его заразила душу, вот как-то замарала, что ли. А она сейчас присутствует, эта болезнь в тебе или нет? Нет, он очистился. Хорошо, и ответь мне еще на вопрос, как давно ты ушел из этой жизни, когда ты умер? Он говорит, тело упокоилось, а душа нет. Сейчас, подожди, год. 1950-й идет. Ну, ты, по-моему, очень долго уже здесь находишься, дорогой Алан. Я думаю, тебя уже давно заждались на той стороне. Ты готова уходить? Он говорит, что иногда нужно до конца очиститься, чтобы идти чистым. А, вот на что ты потратил свое время пребывания здесь. Ну, это более 50 лет было, 60 почти. Это же 70, что я говорю. Да, времени-то ты там не знаешь. Он говорит, что иногда осознание душа получает в таком виде. Это верно. Ты не страдал в этом состоянии эти все эти годы? Страдал, пока не очистился. Молодец. Хорошо, Алан, я не буду больше тебя задерживать. Скажи еще один вопрос. Еще душ, ты приходил ко мне, но ты пришел через эту куклу. Есть опасность еще, что еще кто-то войдет в эту куклу? Потому что это маленький ребенок, который этого ничего не понимает, и ему 3-4 года. Поэтому я тебя прошу как-то объяснить эту ситуацию. Нас вы можете находить как угодно, но просто вот с этой куклой. Кукла – это не портал. Я понял. Просто я использовала его для выхода. Он всегда показывает, не всегда мальчика вот этого показывает, потому что это было связано с какой-то болезнью, типа сифилиза или что-то такое. И был, ну вот этот стыд присутствовал. Вот это и была грязь какая-то. Понятно. Он ее отмыл, но сейчас чистенько будем возвращать душу тогда на ее уровень. Он не мог понять, почему его пренебрегают им, брезгуют, потому что его вины в этом не было. Понятно. Это была вина родителей. Он вот это чувство не мог понять. Это действительно очень тяжелая ситуация. Я уверен, что ты после этого поднимешься на более высокий уровень, как в ангельске, так и твое высшее я, потому что… Знает это. Хорошо. Давай, не будем тебя задерживать. Ты хотел что-то еще сказать Майе, которая… Да, поблагодарить ее хотел. Он ей кланит. Отлично. Хорошо. Ну, напугал ты, конечно. И еще один вопрос. Скажи-ка мне, пожалуйста, Алан, вот эти шаги, которые по ночам были слышны, это ты там ходил, передвигался? Или в квартире что-то есть? Ты не в курсе? Они слышали в квартире какие-то мелкие, быстрые шажки такие. Если ты не передвигался там, то это может быть только интерферент. Я поэтому хотел спросить. Он привлекал внимание. Он привлекал внимание. Все. Благодарю тебя, Алан, за это объяснение. Хорошо. И вот этот момент наступил, дорогой Алан. И я даю команду на счетре. Открывается светлый портал, чистилище. Один, два, три. И Алан встречает. Все, кто дорог ему, куратор встречает. Все приходят, друзья его. И встречает эту душу. Опиши, Вера. Но он заходит туда, поворачивается. Машет рукой. У него крылышки. Он говорит, благодарю вас, добрые души. И уходит внутрь. Он знает, куда он идет. Отлично. Закрывай, опечатывай. Расторяй. Готово. Хорошо, Анастасия. Мы разобрались с этой головой. То есть это практически к нам было. Ваша квартира чистая, поэтому ничего там не может быть. Алан сейчас подтвердил, что он так привлекал внимание, чтобы вы быстрее к нам обратились. Что вы, в принципе, и сделали. И еще объяснил, как это все происходило. Поэтому нет необходимости проверять вашу квартиру. Если вы что-то еще заметите, то в квартире. То обязательно дайте нам знать. Мы чисто из интереса проверим. Но там ничего не может просто быть. Просто Алан хотел уйти. Неупокойная душа ребенка. На свою чистоту. И мы сейчас это сделали. Хорошо. Давай заправим мая энергиями. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно мая. И какая частота вибрации? Ее нужно 230. Да. И 18. Отлично. И на счет 3 в макушку головы мая. Начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 230%. Каждый 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибраций поднимается до 18 Гц. Пошел подъем. Готов. Готов. Синхронизируется энергия вибраций. Гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Майя. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Отлично чувствую. Ничего не бойся, никого не бойся. Ты поняла, это неупокойная душа. Мы ее отправили сейчас в ангельский мир. И теперь она воссоединится со своей остальной душой. Поэтому такая ситуация в жизни бывает. Получается, бояться нечего. Она не боится. Молодец, хорошо. Она говорит, что фантом головы надо отправить на ее чистоту. Хорошо. Клепки унос головой. Отлично. И открывая портал на чистоту этой головы 1, 2, 3. И она уходит на свою чистоту. 1, 2, 3. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Хорошо. Все, Майя, отправляем тебя назад в твое тело. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Майи в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, к каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от Майи и поднимаясь в комнате диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Анастасии в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от Анастасии и поднимаясь в комнате диагностики. Пошел, пойдем. Да, я здесь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.